И сегодня у нас на календаре 24 марта, киевское время 19 часов. И сегодняшний обзор мне хочется начать традиционным своим выражением «Не дождетесь, не дождетесь». Вторые сутки подряд Российская Федерация кошмарит нас ночными обстрелами. Причем, судя по всему, с ракетами совсем туго стало, калибры не летят, а летят шахеды и летят авиационные ракеты класса «Воздух-Земля». Причем летят со всех сторон. Ну и позавчера было Запорожье и Ржищев, в основном жилые кварталы, в основном там было общежитие. В Запорожье один погибший, 33 человека пострадало, жилой дом и прилегающие к нему территории в Ржищеве, общежитие. Семь человек погибло, только закончили разбирать завалы. И вот сегодняшняя ночь недалеко ушла от вчерашней. Или точнее позавчерашней. Всю ночь с вечера, со вчера ночиная, летели авиационные бомбы, шахеды и управляемые ракеты. Да, к величайшему сожалению, в Российской Федерации тоже есть ракеты, точнее приспособления для того, чтобы обычную авиационную бомбу сделать планирующей. Характеристики примерно такие же, как тех бомб, которые нам предоставляют Соединенные Штаты Америки, GDBC, то есть высота сброса от 10 до 14 километров, дальность планирования до 70 километров. Что и было сделано. Вечером вчера была обстреляна Одесса с самолетов Су-35. Там две ракеты Х-59 были уничтожены. Далее атака продолжилась с севера нашей страны. Здесь около 10 самолетов Су-35 атаковали Сумскую область, управляемыми авиационными бомбами. Вот именно такими бомбами, планирующими с дальностью планирования до 70 километров. Авиация была поднята из аэродромов Морозовска и Ахтубинска. Но мы найдем все равно всех этих летчиков. Наше главное управление разведки пофамильно и всех мы включим в ААД. 10 истребителей совершили пуски 11 управляемых бомб и одной ракеты Х-31П по Сумской области. Судя по тому, что данных о сбитых бомбах нету и ракеты тоже нет. Ракета Х-31П, я напомню, это противорадиолокационная ракета, которая предназначена для уничтожения радиолокационных станций, систем ПВО среднего и дальнего радиосодействия. Так что вот такая даже ракета была применена. Из 11 бомб, я так понял, все достигли своей цели. Тут у нас новая задача наших воздушных сил научиться сбивать эти планирующие бомбы. Также шахеды атаковали город Кривой Рог. В городе Кривой Рог 5 прилетов из 6 шахедов, выпущенных по городу. С шахедами немного сложнее, если с бомбами нам надо учиться с нуля. То есть дистанция очень короткая, до 70 километров. На нашей территории они, если вот так вот их самолетов применяют, на нашей территории они летят где-то примерно около 50 километров. И наиболее эффективное средство для борьбы с ними, это тактические средства ПВО. То есть средства ПВО ближнего радиуса действия. Это зенитно-артиллерийские системы, начиная там пулеметы зенитные и пушки. И тактические средства типа Тунгуска, типа Шилка, типа Гепард. Ну Гепардов, к сожалению, у нас не так много. Но тем не менее, я думаю, что теперь и в том числе и территориальная оборона, и мобильные группы сил обороны Украины сейчас будут заниматься этим вопросом. Я думаю, что научимся. Шахеды научились сбивать, и научимся сбивать и вот эти планирующие бомбы. Ну а по кривому рогу скажу так, что судя по результату, к сожалению, враг тоже учится. Учится в том плане, что программирование полета вот этих шахедов, оно совершенствуется. Они изучают районы, возможные районы размещения наших систем ПВО, и стараются программировать на минимальных высотах полет шахедов, и соответственно маршрут выбирают так, чтобы он был в мертвой зоне наших радиолокационных станций. И опять же, тут получается, что с объявлением сигнала тревоги надо полагаться на те расчеты, те силы, которые находятся непосредственно на местах. Вы знаете, что сразу же скажу, что у нас принято было решение запретить телеграм-каналам оповещение, куда летят ракеты и БПЛА противника. Ну, на мой взгляд, не знаю, я считаю, что нецелесообразно. Это хуже, потому что незнание порождает панику. И когда люди не могут сориентироваться, просто сигнал воздушной тревоги, и когда люди не могут сориентироваться, это не совсем хорошо, на мой взгляд. Надо ориентировать людей. То, что по воздушной силе были возмущены тем, что некоторые телеграм-каналы публикуют скрин с экрана системы оповещения, где четко видно и расположение этих ракет, их высоту, курс и так далее, карту видно. Вот это я абсолютно согласен. Здесь вплоть до уголовной ответственности, откуда появляются такие видосики, такие фотографии и так далее, и тому подобное. В открытом доступе. Ну а сам вот расписание, как говорили, что шахеды летят там с северного направления, час подлета к крупным городам, такое-то, вот это я считаю, что нельзя ни в коем случае запрещать. Потому что люди должны быть проинформированы. Не просто воздушная тревога и реагируй, реагируй как хочешь. Но посмотрим. Но пока вот в эти сутки не было оповещения никакого. И, кстати, судя по результатам, я скажу, что воздушным силам пока что похвастаться нашим нечем. По итогам этих двух ночей. Вот такая вот ситуация воздушная, в воздушной обстановке сегодня сложилась на сегодняшний день. За прошедшие двое даже суток. Я зацепил еще и позавчерашний день. Но все равно мы продолжаем сражаться, продолжаем обороняться. Так что не дождетесь. По оперативной обстановке на фронтах. Здесь скажу сразу. 79 атак. На огненной дуге от Купинской до Марьинки. 79 атак противника отбито нашими войсками. На Купинском направлении очень серьезный натиск противника. Они пытаются начать наступление и постоянно атакуют. Они пытаются продавить нашу оборону. Здесь замысел понятен. Они хотят вдоль от Купинска пойти на Купинск, пробиться, пройти вдоль Оскольского водохранилища и повернуть на Лиман. Таким образом они убивают несколько зайцев. В том плане, что первое они получают Купинск узловой в свое распоряжение. Ну это надежда, я их не рассказываю. И получают железнодорожную ветку через Валуйки на Купинск и далее на юго-запад Украины для снабжения своей группировки. Кстати, Изюмская группировка на этой ветке и сидела постоянно. В Харьковской области. Соответственно, кроме того, Оскольское водохранилище для них будет являться хорошим рубежом обороны от наших войск. Если это им удается. И соответственно они создают буферную зону перед границей Луганской области. Но на сегодняшний день продвижения нет. Враг безуспешно пытается атаковать наши позиции. Пока никаких успешных действий. У них было в самом начале. Они захватили, продвинулись немного вперед и взяли один населенный пункт. И на этом все успехи их не закончились. Теперь они топчутся на месте и пытаются найти слабое место в нашей обороне. То же самое происходит на Алиманском направлении. От Кременной они пытаются продвигаться. Там бои в основном идут в лесах в районе Кременной. И посадки переходят из рук в руки. Бахмут потихонечку начинает буксовать российское наступление. Они продолжают еще атаковать. Самые ожесточенные бои идут в самом городе. И они пытаются пробиться к центру города. Вот эта мечта оккупации города. Она остается у них пока мечтой. И наши силы обороны удерживают центр. Самая тяжелая ситуация на юге. Более лучше ситуация в центре, на востоке и на севере самого города Бахмут. Что касается вытянутого коридора. То на юге, южная губа вот этого коридора, более-менее вдоль трассы на Константиновку, она более-менее стабилизирована. Там противник хоть атакует, но безуспешно. А вот на севере у них есть незначительные успехи в продвижении в направлении Славянска. На замкнуть коридор у них никаких успехов в этом продвижении нет. Наши войска надежно удерживают фланги и обеспечивают снабжение группировки наших войск в самом городе Бахмуте. Авдеевка стала самой горячей точкой. Становится точнее та же самая схема. Ничего нового не придумали. Попытки окружать заход с севера, заход с юга, фланговые удары по нашим войскам за Авдеевкой. За самой Авдеевкой. Они, кстати, даже центр города практически с восточной стороны и сам город Авдеевку, они даже не штурмуют. Они атакуют его, но не так интенсивно. Основные силы российских войск сосредоточены именно на окраинах. На северо-западной и юго-западной окраине города. В попытках начать окружение города. В Марьинке вот такая вот там ситуация. В Марьинке традиционные бои, очень ожесточенные, уличные бои, но противник за последние сутки успеха в Марьинке не имел. Большие перестрелки возобновились на Запорожском направлении. В районе Углидара мы ожидаем прибытия этой бригады. Кстати, сегодня она должна прибыть так, что может быть с понедельника тоже возобновятся атакующие действия на Углидар. Если они соберутся в кучу к этому времени, может быть чуть позже, к середине недели или к концу. Но на Запорожском направлении активизация действий российских войск выразилась в плане увеличения огневых ударов, нанесения огневых ударов на всю глубину досягаемости артиллерии противника. Так что там начались активные артиллерийские дуэли, несмотря на то, что на Запорожском направлении противник в основном ведет оборонительную деятельность. Но обстрелы стали более интенсивные. Противник стал осуществлять более интенсивные обстрелы нашей территории. На Херсонском направлении все без изменений. Артиллерийские дуэли, обмен огневыми ударами, в основном за счет артиллерии. Ну и по общей обстановке надо отметить, что происходит. Если вчера мы с вами обговаривали, что идет нехватка личного состава, то Российская Федерация сожгла, практически заканчивает сжигать вот эти 300 тысяч. Сегодня, кстати, появилась очень интересная информация с нашего главного управления разведки. И они примерно посчитали, что сегодня мобилизация в Российской Федерации дает в месяц всего лишь 20 тысяч человек. Вот они сделали такую, на мой взгляд, стратегическую ошибку. Молодцы, надо отдать им должное. Они перед Новым годом, ну в принципе этого и следовало ожидать. Они в декабре месяце сбавили темпы мобилизации. Они быстро набрали 300 тысяч до декабря и обрадовались, захлопали в ладоши и мобилизация практически утихла. Новогодние праздники, потом шалтай-болтай после Нового года. На фронте начались активные боевые действия. Первые 100 тысяч они бросили на линию фронта и фактически их сожгли в первые за октябрь, ноябрь и возможно частично за декабрь. Почему? Потому что они были неподготовлены. Как мы с вами говорили, это были смертники, которых без подготовки какой-либо отправили сразу на линию фронта. А следующие 200 тысяч они прислали. И вот в январе после новогодних праздников они начали активную наступательную операцию, которую вот мы все ждали, ждали, ждали. Но она даже не в январе, неправильно я сказал, она в феврале началась. Первый дедлайн был 24 февраля, взятие годовщины начала массированного вторжения, взятие Донецкой и Луганской области. Второй дедлайн был до конца марта, до конца марта осталась неделя, Бахмут до сих пор не взят, поэтому они быстро переключились на Авдеевку. В надежде, что они сейчас быстро окружат Авдеевку и к первому апреля Путину подарят такой вот политический подарок. Но это же день смеха, день дурака первого апреля, как бы Путин не оказался в очередной раз в дураках. Так что, вот такая вот. Но, если вчера мы обсуждали о том, что у них не хватает личного состава, получился разрыв. 300 тысяч теперь они все задействованы, большая часть из них уже переходит в категорию потерь, безвозвратных потерь. А следующую партию мобилизованных теперь надо набирать. Вот это вот снижение темпа набора дало разрыв в потоке мобилизованных. Теперь Путин сказал к маю собрать полмиллиона. И буквально вот неделю назад мы с вами говорили, я вам говорю, что захлестнуло, ну даже вы писали, зрители из России, писали, что Россию захлестнула волна повесток. Да, там написано для уточнения данных. Как интересно, человек приходит якобы уточнить данные по повестке, его начинают прессовать, чтобы он подписывал контракт. Если он отказывается подписывать контракт, ему тут же вручают предписание, что он едет на военные сборы. По окончании военных сборов его объявляют мобилизованными и отправляют в Украину. Вот такой вот набор сегодня проводит Российская Федерация. Но пока они наберут эти полмиллиона, если неделю назад захлестнула волна повесток, то это где-то к середине апреля они могут собрать там первые, может быть, 100 тысяч человек. И то, если активность населения будет такая же высокая, как в сентябре и начале октября месяца прошлого года. В чем я очень сильно сомневаюсь. Их же надо будет подготовить. Или опять будет первые 100 тысяч, опять смертниками поедут быстро в Украину, для того, чтобы заткнуть дыры в радиационно-штатной структуре, заполнить ваканты и умереть здесь, в окопах, на просторах Украины. Возможно так. Но все равно основная масса, там полмиллиона хочет, это еще где-то 100 тысяч, если сразу отправят на фронт, 400 тысяч будет готовить где-то в лагерях, во что одевать, во что обувать, чем кормить, чем платить. Это уже вопросы становятся краеугольными камнями в плане проведения мобилизации. А еще не забудьте, что в апреле надо будет 120 тысяч срочников набрать, как минимум, для обеспечения жизнедеятельности армии до конца года. А осталось всего-навсего 9 месяцев, надо, кстати, 9 месяцев, да, можно применить такое сравнение, надо родить до конца года 400 тысяч контрактников. Тоже задача из Кремля нелегкая. Итого почти миллион под ружье надо поставить за один год. Ну что ж, шутачи, попробуйте, вот здесь вот другое слово применим, попробуйте, а мы посмотрим, насколько это подумают, что это будет провальное. Так вот, теперь стала проблема раненых. И в Луганской области интенсивность боевых действий зашкаливает настолько, что они вынуждены на имеющихся уже ресурсах, то есть там, где были развернуты полевые госпиталя, мы с вами говорили еще месяц назад о том, что их разворачивают и в детских садах, и в районных, и в областных, и в городских больницах. Так вот, количество коек увеличивают вдвое, практически в каждом медицинском вот таком учреждении, которое они создали на оккупированных территориях. Было 200 коек, стоят 400. Я так понимаю, что самый простой способ увеличить, быстро увеличить количество коек, это поставить двухъярусные кровати, что скорее всего и делают. Ну, кстати, в Советской Армии кровать была универсальная, она могла применяться как одноярусная, так и из двух кроватей легко делается двухъярусная. С перестановкой спинок и элементарно в течение пяти минут делается двухъярусная кровать. Вполне возможно, потому что вот есть данные о том, что, допустим, в населенном пункте Троицкое с 200 койко-мест увеличили госпиталь до 400, причем в кратчайшие сроки. Так что, и вот такая тенденция увеличения раненых, она наблюдается по всем оперативным направлениям. То есть, у них медицинское обеспечение перегружено катастрофически по количеству раненых. Но, тем не менее, они продолжают атаковать. А мы собираем урожай. И не могу не отметить, что какой урожай собрали силы обороны за прошедшие сутки на всех оперативных направлениях и на линии фронта. Итак, за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 1020 российских оккупантов. Уничтожили 4 танка, 23 боевых бронированных машины, 8 артиллерийских систем, 3 средства ПВО, 5 беспилотников оперативно-тактического уровня, 2 ракеты, 12 автомобилей и 4 единицы специальной техники. Вот такой вот урожай собрали силы обороны за прошедшие сутки. Но, скажу так, что надо отметить, что угроза нанесения ракетных ударов и ударов беспилотниками никуда не делась. К сожалению, она сохраняется. И на данный момент наша разведка сообщает, что на европейской части России, в Курской области, находится стратегическая авиация в готовности к вылету. В Черном море 4 носителя ракет-калибр, залп которых может составить до 20 ракет. Они могли перезарядиться в Новороссийске, судя по тому, что из Джанкоя ничего не доехало до Севастополя. Ну, а количество беспилотников, вы же понимаете, они их пускают непосредственно с приграничных районов. Поэтому на сегодняшний день мы их принимаем в расчет. Но спрогнозировать, сколько их будет, 5, 10 или 20, на данный момент практически является невозможным. Невозможно.